Гражданская война в Сирии идет и идти будет еще долго, вне зависимости от того, уничтожат химическое оружие, что будет с биологическим оружием. В Ливане она идет десятилетие, в Сирии она шла до 1982 года и сегодня начинается опять. К сожалению, у нас нет при том количестве спонсоров этой гражданской войны никаких опций для оптимистических прогнозов. Есть Катар, Саудовская Аравия, Турция. Они вбросили в эту гражданскую войну более 30 миллиардов долларов. Эти деньги им необходимо как-то отбить. Катар сейчас понимает, что война захлебывается, Асад отыгрывает ситуацию. Наверное, пытается договориться с Асадом о восстановлении дипотношений и о прокладке своего газопровода через Иорданию и территорию Сирии на Турцию. Саудовская Аравия будет воевать, Турция придерживается средней позиции. Да и Соединенные Штаты прекратили поддержку радикальных исламистов, потому что в Сирии они являются союзником Аль-Каиды. Это уж как-то совсем странно звучит для будущей избирательной кампании Демократической партии. Хватит того, что Обама в Ливии стал главным проводником свержения Каддафи, и фактически эта страна переставала существовать, став очередным полигоном этой самой Аль-Каиды. Здесь нет оптимистичных прогнозов, хотя в краткосрочной перспективе, повторюсь, при помощи Ирана и благодаря тому, что добрая половина населения ожидала геноцида и ожидала совершенно справедливо, президенту Асаду удалось отбиться. Ну это пока.